Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Сегодня я решила... Знаете, что сделать? Нет, не знаете, потому что я еще вам об этом не сообщила. Сегодня я решила сделать макияж только при помощи лайфхаков. Но не спешите с выводами. Я же буду использовать сегодня нормальные лайфхаки, по крайней мере, которые кажутся нормальными, и постараюсь только при их помощи сделать себе макияж. А вы в конце скажите мне, что вы вообще по всему этому поводу думаете, и есть ли смысл, или нафиг надо. Итак, в первом лайфхаке нам с вами нужно сделать будет сейчас разметку. Разметку по следующей схеме. Чего-то мне подсказывает, что эту разметку используют пластические хирурги перед проведением операции, так что, блин, мне кажется, я выбрала совсем не тот лайфхак. И теперь она берет белый консилер и выбеляет себе некоторую зону с твоего носа. Так, теперь при помощи пальцев нужно все это растушевать. Сказать пока что я удивлена, потому что, на удивление, карандаш для бровей очень даже неплохо растушевывается при помощи пальца. Если честно, по моему великому удивлению, то этот лайфхак действительно оказался рабочим, он оказался совершенно адекватным, и пока что мне все нравится. То есть, несмотря на то, что он выглядел немного странно, я давала ему шанс, потому что, ну, мне просто нравился эффект, который получался у девушек, которые им пользуются. Так что, ну, пока все классно. Давайте теперь вас посмотрим дальше. Блин, если сейчас мне безумно интересно, получится реально сделать адекватным кеш при помощи только лайфхаков. Интересно. Теперь лайфхак с бровями. Этот лайфхак мне очень понравился, мне кажется, он очень крутым. И он, типа, должен нам помочь порисовать классную форму за 2 секунды. Давайте проверим. Сначала она проводит полностью прямую линию от основания своих бровей до подъема. Теперь отсюда она рисует полосу вниз. И уже из этой линии рисует прямую вот сюда. И отсюда просто стягивает линию вверх. Далее совмещает вот эти два момента. И тянет вперед. Так, совмещает две линии и заштриховывает. У меня сами по себе брови достаточно густые, несмотря на то, что они сейчас достаточно тонко выщипанные. Поэтому кажется, что немного грязно. Но это норм. Я всегда, когда брови крашу, именно так у меня и получается. Если бы у меня, как и у нее, не было бы волос на лице, на бровях, то было бы похоже по схеме. Так, давайте посмотрим, что делать она дальше. Совершенно очевидно, что для того, чтобы это выглядело адекватно, нам понадобится нанести консилер пады над бровью. Но давайте теперь растушуем это все и посмотрим, что же у нас получится с помощью консилера. В принципе, я считаю, что получилось очень даже неплохо. Предлагаю быстро сделать вторую бровь и сделать уже окончательный вывод. Но, если честно, то очень даже ок. Понятное дело, что мои брови изначально совсем другие, но, по-моему, разница очевидна. И весьма в лучшую сторону. Кстати, действительно получилось достаточно просто повторить все это. Мне понравилось. Пока что-то я внезапно всем довольна. Я была уверена к тому, что к этому моменту я уже должна беситься. Но что-то пока все больно хорошо. Давайте посмотрим дальше. После того, как мы закончим с этой бровью. Честно скажу, мне кажется, очень даже классный лайфхак. Особенно, если у вас свои очень редкие, скудные брови. Или если вы их случайно перещипали. И вам нужно каждый день запариваться рисовать. В принципе, очень неплохо. И как туториал для того, чтобы сделать легко и просто азиатские брови. Тоже очень-очень-очень легко. Смотрите, они получились у меня прямые, ровненькие. Очень симпатичные, мне кажется, выглядят. Не уверена, что конкретно мне эта форма подходит. Но, если мы откинем сам факт того, что вот к моему лицу, может, она не особо идет. Но брови с вами по себе очень даже ок. Так что я довольна. И пока мне все нравится. Так что давайте смотреть дальше. Упростит ли дальнейший лайфхак нам жизнь или нет? Как вы знаете, идеальная кожа нуждается в правильном очищении и тонизировании. Поэтому сейчас я покажу вам супер лайфхак, как быстро получить максимальную эффективность от масок. Вот какую бы ты хотела получить суперсилу, если бы ты была супергероем? Возможно, ты бы хотела уметь становиться невидимой, а может быть, читать мысли? Я бы хотела иметь суперсилу, всегда иметь идеальную внешность. И особенно кожу. Пока как быть вандербумен с суперсилой и идеальной внешностью я еще не придумала. Но знаю отличный способ получить желаемый эффект от уходовых средств. Например, сейчас на мне маска с уголем. Она тщательно очищает лицо, а также после применения дает матирующий эффект. Погоди, говоришь, что матирующий эффект тебе не так уж и нужен и ты нуждаешься в увлажнении? Тогда есть маска, которая за несколько минут придаст твоему лицу увлажненный и сияющий вид. Говоришь, что ты уже и так насиялась? И теперь тебе бы дать коже отдохнуть? Тогда насыть свою кожу кислородом и получи детокс-эффект от пузырковой маски. Погоди, я точно знаю, что тебе нужно. Тебе нужна суперсила победителя. Ну а чтобы ее обрести, тебе нужно подписаться на мой инстаграм. Читать мои уникальные посты и обязательно участвовать во флешмобе. Маскчеллендж 2.0 Для этого сделаю фотографию в маске и выложу ее в инстаграм или в истории. Под хэштегами маскчеллендж2, сифараколекшн и отметь группу сифарараша. С друзьями всегда веселей, поэтому отмечай давай друга и принимай участие в флешмобе маскчеллендж 2 вместе. Каждый вторник с 20 октября по 20 ноября сифара будет объявлять трех победителей в своих сторис сифарараша. И может быть именно ты получишь набор масок сифараколекшн. Самые яркие и креативные фотографии могут быть опубликованы в сторис сифарараша. В инстаграм. Итак, теперь мы смотрим с вами урок макияжа век. Ну, выглядит элементарно на самом деле. Она сейчас взяла оранжевую помаду, потом взяла красную и все это растушевала. Если это действительно настолько просто, то это будет просто муа, муа, муа какой находкой. Приступим. Пока из того, что я могу сказать, это только то, что получается очень сделать это легко. За 1-2 секунды в принципе норм. Но как бы проблема не в том, легко или сложно это сделать, а в том, будет ли вот это вот добро. Но тут есть такой маленький приятный момент, то, что я буду снимать это видео еще как минимум час. И если за час вот это вот еще сейчас течет, забьется в складки или с этим пройдет еще какая-то фигня, то вы это сами просто все увидите и поймете, что лайфхак-то этот отстойный и ненужный. А так пока если, ну вот как оно есть, по-моему, очень даже круто получается. Ну, если честно, то мне реально пока нравится, выглядит здорово. И я наконец-то нашла применение помадам, которые не использовала до этого момента. Типа вот этот вот странный оттенок бордовый. Приятно. Есть теперь куда это использовать. Надеюсь, это зайдет. Так, судя по лайфхаку очень простая. Вы просто берете и рисуете себе нижние ресницы. Казалось бы, куда уж проще. И потом рисуешь подводкой линию здесь, растушевываешь ее, и именно сюда наносишь только тушь уже. Смотрю на камеру – плохо. Смотрю в зеркало – не настолько плохо. Что скажешь ты? А давайте, кстати, такую тему я вам предложу. Если вам понравится это видео, то вы об этом мне напишите, вы поставите лайк под это видео. И вы будете присылать мне в директ в инстаграм лайфхаки, которые вы бы хотели, чтобы я использовала для моего следующего видео макияж только лайфхаками. Например, сейчас, как вы могли заметить, я использую только азиатские лайфхаки. А следующее видео, например, может быть, не знаю, обычные лайфхаки, да, там, европейские. Ну, я не могу сказать, что я увидела в этом какой-то огромный смысл, и, по-моему, никакой особо разницы нет. Это видно только, если прям сильно близко подходить и смотреть, есть ли у тебя нарисованы ресницы или нет, но обычно люди так не делают. Так что, не знаю, не особо вижу как-то смысла так напрягаться. Хотя не скажу, чтобы я сильно напрягалась, но смысла не очень много. Поехали дальше. Следующий лайфхак поможет нам сделать очаровательные щетчики. Щетчики. Нужно всего-то взять помаду, нарисовать ей треугольничек и при помощи спонжика растушевать. Что хочу сказать, получается неплохо. Помада отлично работает и хорошо растушевывается. К тому же, таким образом, можно разнообразить количество цветов румян. Например, смотрите, очень даже, кстати, неплохо. Условно у вас есть, там, не знаю, две помады, да, оранжевая и красная, ну, грубо говоря. А румян только какие-нибудь одни и розовые. А тут у вас есть возможность попробовать какие-то новые цвета, и потом уже, если вам зайдет, купить уже румяна похожих оттенков уже в виде румяна, не использовать помаду на лице. Хотя, честно, и так очень даже норм. И еще один лайфхак, который связан с губами. И вот если он работает, это будет настолько тупо и настолько гениально, что все остальное перестанет иметь всякий смысл. Давайте же посмотрим. Достаточно будет просто накрасить губы обычным способом. Теперь растушевать по краям. Теперь беру контурирующий стик. Просто слегка поджимаю губы. Я бы прошлась, наверное, еще раз. Хотя, видите, уже все грязное. Ну, я думаю, вы сами видите, что это какая-то ерунда бестолковая получилась. По крайней мере, у меня не получилось. Но, знаете, в теории, даже если предложить, что получилось, я не уверена в том, что я готова была бы использовать свой контурирующий стик или тональный стик для того, чтобы портить на него помаду. О, кстати, я хотела сказать вам про тени. Так вот, тени нормальные из губной помады получаются. По крайней мере, у меня ничего не скаталось, и у меня все классно. Так что они хорошие. Она хорошая. Это же помада была. Что ж, на этом у меня сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. Это провал. Ну, что это вообще такое, ребят? Ну, это какой-то жареный блин на моем лице. Оу!